Войны-интернационалисты, члены их семей, представители власти, общественных организаций и школьники. Десятки человек пришли к мемориалу, установленному на площади Победы. 25 декабря 1979 года Советский Союз ввел свои войска в Афганистан. Это были и дни, и месяцы, и долгие годы военного конфликта. Когда наш контингент, когда вот вы, ребята молодые, были там, были на войне, на настоящей войне, когда и горе, и скорбь, и беда, и в то же время и героизм, и смелость, и отвага, все это присутствовало вместе. И в то же время было выполнение воинского долга, воинских обязанностей. Я хотел бы выразить слова глубочайшего уважения вам, участникам военного конфликта, всем афганцам, всем, кто вернулся с полей сражений, всем, кто находится сейчас в строю, наших соотечественников, которые живут в нашем городе, в нашем районе. Вы выполняли команды, команды командира, а значит команды Родины. Я хотел бы вам всем пожелать здоровья, пожелать долгих лет жизни, пожелать радости в жизни. Пусть в ваших семьях, в ваших родных, близких будет все хорошо. Пусть вас радуют дети, ваши внуки своими успехами. И пусть наша страна всегда будет крепкой, мощной, сильной и стабильной. Мирной жизни нашим согражданам. Сегодня, в день 40-летия, мы скорбим о тех, вспоминаем тех, кто не вернулся, кто остался в Афганистане. И сегодня мы славим тех, кто вернулся с той страшной войны, девятилетней войны. Наша страна положила, заплатила дорогую цену, положила на алтарь этой победы очень, очень большую цену, дорогую цену. Наш народ и солдаты наши, освободители, и наш народ – победитель от начала до конца. И сегодня хочется вам пожелать мирного неба, счастья, благополучия, здоровья. Среди участников памятной акции много молодежи. Председатель ветеранской организации «Боевое братство» озвучил факты и цифры той страшной войны. С пожеланиями мирного неба ко всем собравшимся обратилась Ирина Городния. Мы отмечаем 40 лет ввода войск в Афганистан. Наверное, в то время родились такие слова, как «черный тюльпан», как «воин-интернационалист», потому что в эти годы обстановка в Афганистане накалилась до предела. И, как сказал Павел Петрович, операция «Шторм-333» длилась очень недолго. Даже в Кабуле не заметили, что произошла смена власти в тот момент. Но никто не знал, что эта война продлится очень долго. И я хочу, чтобы как можно больше вы преподносили сегодня молодежи уроков патриотизма, уроков святости, потому что память, она должна остаться на века. Здоровья вам, благополучия, мирного неба над головой вам и вашим семьям. Пусть каждого из вас хранит Господь. За 9 лет войны на территории Афганистана прошли более полумиллиона воинов советской армии. В конфликте приняли участие 180 жителей Лобинского района. Четверо не вернулись домой. Отец Дмитрий вознес молитву в память погибших. После митинга его участники возложили цветы к мемориалу и вечному огню. Юлия Сухомнинова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова